Меня зовут Татьяна, менеджер по развитию бизнеса SAPR в компании «Системный софт». Я являюсь сертифицированным специалистом по вендору «Графисофт». Очень рада вас видеть на вебинаре. Он будет посвящен решению «Архикат», в частности, инструменту по организации коллективной работы «Тимворк». Если говорить о решении, то он как раз заточен под коллективную работу. Как вы знаете, 2020 год внес свои коллективы в работу многих компаний. И чтобы продолжать свою деятельность, надо было в короткие сроки организовать распределенную работу. Это стало возможно в том числе благодаря технологии «Тимворк» в «Архикат». Само решение не зависит от размеров, сложности проектов, расположения офисов или скорости интернет-соединения. Можно развернуть локально или в облаке, на стандартном оборудовании. И работает в режиме реального времени. То есть с этим решением вы не ощутите разницы, работаете ли вы в офисе или дома. Более детально расскажет на вебинаре мой коллега Олег Кирьянов, инженер по САПР. Покажет, расскажет все более подробно. А сейчас я расскажу вам пару слов о нашей компании. Кто мы такие? Системный софт. Мы являемся мультивендорным интегратором, занимаемся подбором и поставкой программного обеспечения и оборудования. Сегодня мы это более 200 специалистов в области IT. Это крупнейший портфель решений, более 100 тысяч позиций. И главное, это ваш друг, помощник в вопросах IT от самого распространенного софта до самого эксклюзивного. И мы не занимаемся просто продажей, мы подбираем конкретно под ваши задачи оптимальный вариант. То есть вы экономите время и средства на подбор и закупку софта, и можете быть уверенными, что решение вам точно подойдет. Также у нас в компании в конце 2020 года проходила опрос по заказчикам, мы собирали обратную связь. И один из важнейших критериев была эта консультация по программному обеспечению. То есть что это значит? Заказчикам важно понимать лицензирование, функционал программы, может быть, найти какой-то инсайд, полезную информацию в своей области. То есть не просто купить какой-то продукт и пойти на нем работать, но стала более глубокая, интересная информация, доступна в открытых источниках и получать его также от своего поставщика. Но мы также рады будем сообщить вам эту полезную информацию. Она, надеюсь, поможет вам расти, развиваться на рынке. И также мы помогаем в технических вопросах, с установкой, первыми шагами в программе. Ну, в общем и целом, мы открыты к взаимодействию. Также стали мы одним из победителей международной премии в области клиентского опыта. Это вот приятная новость. То есть пандемия подсветила очевидное, но в то же время важное. Любой бизнес – это работа людей с людьми, и клиенты хотят видеть заботливый сервис, за которым стоят люди. Мы активно работаем над этим и доказываем верное направление положительными отзывами. Более подробно по САПР, то есть по делу, у нас есть такой отдел, который занимается именно вопросами по программному обеспечению для проектирования. С ключевыми вендорами у нас достигнуты высокие статусы. В частности, вот по графисофт мы являемся голд-партнерами. Это наивысший статус партнерства, что означает подтверждение наших компетенций в области подбора программного обеспечения и по технической поддержке. Ну, также, да, отдел САПР занимается помощью в подборе продуктов для проектирования и по техническим вопросам. Как я и сказала ранее, каталог решений велик, в том числе и по САПРу, поэтому готовы подобрать практически любое решение. Вот, например, также по графисофт. У них очень большой прайс, много продуктов под разные задачи. Гибкая система лицензирования, то есть вы можете именно лицензировать, так как удобно вам. Это годовые лицензии, это бессрочные лицензии, это бессрочные с подпиской на обновление, то есть чтобы у вас всегда была актуальная версия. Мы готовы проконсультировать и подобрать необходимые решения конкретно под ваши задачи. Так, ну, если появятся вопросы, конечно, обращайтесь. И вот на данном слайде указаны мои контакты для связи. Обращайтесь, буду рада помочь. Помогу с выбором решения, сориентирую по текущим акциям, скидкам программного обеспечения игры 700. И если у вас также будут вопросы по части вебинара, есть специальный раздел «Вопросы», и можете сдавать их туда, мы по окончанию вебинара разберем их. Ну, итак, предлагаю перейти к основной части. Передаю слово своему коллеге Олегу Кирьяному. Олег. Да, спасибо, Татьяна. Всех еще раз приветствую на нашем вебинаре. Сейчас я включу демонстрацию своего экрана. Одну секундочку. И напишите, пожалуйста, как видно и как хорошо меня слышно. Так, видно хорошо, Олег, слышно хорошо. Отлично. Спасибо, Татьяна. Итак, давайте приступим. Для начала пару слов об организационной части нашего вебинара. Для начала давайте представлюсь еще раз. Меня зовут Кирьянов Олег. Я являюсь инженером САПР компании «Системный софт». То есть я являюсь техническим специалистом по архитектурно-строительному направлению. Наш вебинар будет длиться порядка 60 минут. На нашем вебинаре я расскажу вам о самой концепции Teamwork. Поговорим о ее компонентах. Также я расскажу о установке и конфигурировании BeamCloud. Мы рассмотрим также веб-интерфейс BeamCloud Manager. И также рассмотрим особенности работы в режиме Teamwork. В конце вебинара я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Как говорила Татьяна, пожалуйста, пишите свои вопросы в раздел «Вопросы и ответы» в нашей вебинарной комнате. Итак, начнем. Что же такое технология Teamwork? Использование технологии Teamwork позволяет организовать работу сразу нескольких людей над одним проектом среди архикад. Таким образом, с помощью технологии Teamwork создается групповой проект архикад с многопользовательским рабочим пространством. Процесс работы в Teamwork может быть сконфигурирован таким образом, чтобы обеспечить возможность редактирования конкретных элементов модели. При этом эти элементы определяются конкретным пользователям, позволяя при этом остальным пользователям обновлять версии их файлов с отражением внесенных изменений. При этом подключение пользователя к проекту возможно только при наличии учетной записи и пароля, что защищает доступ к проекту. Каждому пользователю назначается роль, которую он выполняет в проекте. Роли определяют права пользователей при работе в файле проекта, например, какие типы элементов пользователь может редактировать или какие изменения он может носить. Таким образом, при создании любого нового проекта Teamwork необходимо определить пользователей и назначить им роли. В основе работы в режиме Teamwork над групповым проектом лежит резервирование элементов. Это могут быть элементы модели, различные реквизиты, виды, макеты и другое. Резервирование необходимо для разграничения рабочих пространств между пользователями. Резервирование рабочего пространства осуществляется по мере необходимости на уровне элементов. При этом возможно даже индивидуальное резервирование элементов. Кроме того, по окончанию редактирования какого-то определенного элемента или группы элементов, возможно их индивидуальное или групповое освобождение. Графическая обратная связь помогает легко понять, какой элемент зарезервирован каким пользователем, а какой элемент является свободным на данный момент. Это достигается путем использования цветовых схем. Например, все элементы, которые зарезервированы одним пользователем, могут отображаться красным цветом, другие элементы, которые зарезервированы другим пользователем, отображаются зеленым цветом, а свободные для резервирования отображаются синим цветом. В Teamwork поддерживается также функция обмена мгновенными сообщениями. Это позволяет пользователям связываться друг с другом прямо в среде архикад, даже если они находятся удаленно друг от друга. При работе нескольких пользователей в одном и том же рабочем пространстве проекта они могут запрашивать и предоставлять друг другу элементы, используя систему мгновенных сообщений. Технология Teamwork является клиент-серверной. Поэтому работа над групповыми проектами в режиме Teamwork невозможна без организации сети и обеспечения подключения между клиентами и серверами. Под клиентом в данном случае понимается любой компьютер, на который установлен архикад, так как архикад является приложением клиентам. И как раз за подключение между клиентами и серверами, а также за передачу данных между ними в режиме работы в Teamwork отвечает решение, которое называется BeamCloud. BeamCloud включает в себя один централизованный BeamCloud менеджер, любое количество BeamCloud серверов и любое количество клиентов BeamCloud. В данном случае мы рассматриваем архикад, который, соответственно, сервера BeamCloud и клиенты BeamCloud, они подключаются через BeamCloud менеджер. Компонент BeamCloud сервер устанавливается на компьютере, выполняющий функции сервера, то есть на те компьютеры, на которых будут храниться групповые проекты Teamwork. BeamCloud менеджер – это центральный компонент решения BeamCloud, и этот компонент отвечает за подключение всех остальных компонентов, независимо от их мест расположения. То есть BeamCloud менеджер – это некий центральный узел. Непосредственно в BeamCloud менеджере не размещаются никакие Beam данные, он содержит только единый интегрированный список всех BeamCloud серверов, проектов BeamCloud и пользователей BeamCloud с настроенными для ними ролями и правами доступа. Еще один компонент решения BeamCloud – это BeamCloud Delta Cache. Это дополнительный компонент, он предназначен для оптимизации передачи данных между несколькими клиентами Архикад и удаленным BeamCloud сервером. BeamCloud Delta Cache осуществляет кэширование данных на стороне клиента. Таким образом, после однократной загрузки части проекта клиентам BeamCloud, все остальные пользователи, которые находятся в данной локальной сети, могут загружать те же самые части проекта, при этом не подключаясь к удаленному BeamCloud серверу. Таким образом, применение BeamCloud Delta Cache позволяет существенно снизить нагрузку на сеть и повысить общую производительность. Существует три версии BeamCloud. Это BeamCloud Basic, BeamCloud и BeamCloud SA Service. В рамках нашего вебинара мы будем рассматривать две версии. Это BeamCloud Basic и BeamCloud. Чем они отличаются? Самое принципиальное отличие заключается в том, что BeamCloud Basic – это абсолютно бесплатная программа, абсолютно бесплатная версия, но с ограниченным функционалом. BeamCloud, так скажем, полноценный, он требует для работы приобретения коммерческих лицензий. Еще немного расскажу о основных принципиальных отличиях. BeamCloud Basic может работать только с одной версией ArchiCAD. Вообще, само решение BeamCloud работает с версиями ArchiCAD, начиная с 19-й версии. И, допустим, если BeamCloud полноценный может работать сразу одновременно с несколькими версиями ArchiCAD, то есть вы можете хранить групповые проекты на сервере разных версий ArchiCAD, то для работы в другой версии у BeamCloud Basic нужно дополнительно устанавливать новый BeamCloud сервер и BeamCloud Manager. Также в полноценной версии BeamCloud вы можете создавать многоуровни в иерархию папок. И если в BeamCloud Basic вы можете хранить на BeamCloud сервере только групповые проекты Teamwork и библиотеки, то в случае с BeamCloud вы можете хранить файлы на серверах любых типов. То есть вы можете там хранить такие файлы, как Word, Excel, PDF и вообще, в принципе, любые форматы ограничений по хранению данных нет. Также, помимо этого, как я уже говорил ранее, в полноценной версии BeamCloud доступна технология BeamCloud Delta Cache, в версии BeamCloud Basic она недоступна. И в BeamCloud можно включать более детальное управление доступами и правами. Сам дистрибутив BeamCloud распространяется, он находится в свободном доступе. Его можно скачать на официальном сайте Graphisoft. Для этого вам нужно перейти в поддержку и раздел загрузки. Далее, после того, как вы нажимаете кнопку «Загрузить BeamCloud», вы переходите на следующую страницу, на которой вы можете скачать дистрибутивы для вашей операционной системы. Тут важно знать, что BeamCloud является 64-разрядным приложением, и оно устанавливается, если мы рассматриваем операционную систему Windows, то оно устанавливается на Windows 10, Windows Server 2016 и Windows Server 2019. Для macOS она доступна для версии 10.14, 10.15 и 11.3. Также на этой странице вы можете посмотреть системные требования более детально и познакомиться с рекомендациями относительно аппаратного обеспечения. Теперь перейдем непосредственно к установке BeamCloud. Сам процесс установки BeamCloud достаточно простой, но есть несколько нюансов в плане конфигурирования BeamCloud. На этих моментах мы впоследствии остановимся чуть и рассмотрим их чуть более подробнее. Соответственно, когда вы скачиваете дистрибутив и открываете его, вы нажимаете кнопку «Далее», затем вы выбираете вариант установки. При установке нового BeamCloud на ваш компьютер будет одновременно установлен BeamCloud сервер и BeamCloud менеджер поэтапно. Если вы, например, хотите установить BeamCloud сервер и BeamCloud менеджер на разных компьютерах, то в данном случае вы должны выбрать второй вариант – установка отдельного компонента и из списка выбрать нужный вам компонент. Также во втором варианте доступна установка BeamCloud Delta Cache. После этого вы принимаете условия лицензионного соглашения, выбираете папку, и после этого, если вы выбираете полную установку, то сначала будет устанавливаться BeamCloud сервер. Вы выбираете папку, где будет располагаться BeamCloud сервер и нажимаете «Установка». Проходит какое-то количество времени, после которого установка BeamCloud сервер будет завершена. После этого необходимо сконфигурировать BeamCloud сервер. Открывается такое окошко, в котором нужно выбрать порт соединения. По умолчанию BeamCloud сервер использует порт 22.001. Вы можете также задать свой порт или же нажать на синюю стрелочку около порта и нажать команду «Выбрать свободный порт». Таким образом автоматически подберется свободный порт. Также здесь вы можете указать, в каких папках будут храняться проекты Teamwork, в каких папках будут храниться ваши библиотеки и где будет храниться кэш. После этого вам можно также задать настройки по хранению файлов. Эти параметры доступны для работы непосредственно полноценного BeamCloud. Также вы здесь можете указать, где будут храниться резервные копии BeamCloud сервера и где будут храниться образы. По умолчанию вы можете также эти шаги пропустить и не указывать. После этого вы нажимаете «Начало», проходит какое-то количество времени и конфигурирование будет завершено. Далее вам нужно будет установить BeamCloud Manager. Вы нажимаете «Далее», выбираете язык для установки по умолчанию, принимаете лицензионное соглашение, также выбираете папку, в которой будет располагаться BeamCloud Manager и нажимаете «Установка». Опять же происходит распаковка файлов, после которого установка BeamCloud Manager будет завершена. И здесь опять же нужно будет сконфигурировать уже BeamCloud Manager. Здесь мы можем задать имя вашего BeamCloud, также выбрать порт соединения по умолчанию. Будет использоваться порт 22.0.0.0, но вы также его можете при необходимости изменить. И также здесь необходимо ввести пароль для встроенной учетной записи MasterAdmin. MasterAdmin – это учетная запись, которая используется в основном для устранения неполадок BeamCloud или для повышения BeamCloud Basic до уровня BeamCloud или, наоборот, понижения BeamCloud до уровня BeamCloud Basic. И здесь также вы можете указать папку данных, в которой будет храниться данные BeamCloud Manager. Вы нажимаете кнопку «Далее», и здесь вы также можете настроить папку, в которой будут храняться резервные копии BeamCloud Manager. Это опять же настройка доступна для полноценного BeamCloud. Далее вы нажимаете «Начало», будет завершено конфигурирование впоследствии, и у вас автоматически откроется страница в браузере, который установлен по умолчанию. Вам после этих шагов нужно будет сконфигурировать сам BeamCloud. Для этого нужно выполнить пять шагов. Для начала нужно войти как MasterAdmin, пароль которого мы вводили как раз при конфигурировании BeamCloud Manager. Далее нам нужно создать первого пользователя. Здесь мы должны ввести полное имя, соответственно, ввести имя пользователя, то есть логин, создать пароль для данного пользователя и ввести электронную почту. Вот этому первому пользователю будет автоматически присвоена роль администратора сервера. То есть у этого пользователя будет полный доступ ко всем элементам. Далее вы переходите на шаг, в котором вам нужно выбрать план продукта. Соответственно, если у вас приобретены лицензии BeamCloud полноценного, то вы выбираете первый шаг, первый пункт. Если вы хотите использовать BeamCloud Basic, то выбираете второй пункт, и при этом вы выбираете версию ArchiCAD, с которой вы хотите работать. Сейчас мы рассмотрим второй случай. И в дальнейшем рассмотрим, как повысить BeamCloud Basic до уровня BeamCloud в случае приобретения лицензии. Здесь мы нажимаем «Продолжить». И это, в принципе, наверное, одна из самых основных настроек при конфигурировании BeamCloud, которой стоит уделить должное внимание. Здесь нам нужно ввести адрес, который может использоваться для подключения ArchiCAD к данному серверу. В данном случае мы можем использовать имя компьютера, на котором мы установили BeamCloud сервер и BeamCloud Manager, если он доступен в нашей локальной сети. Можем указать домен организации или статический IP-адрес. Тут самое главное, что IP-адрес ваш должен быть обязательно статическим. Если ваша компания использует динамические IP-адреса, то при повторном подключении данной машины, данного компьютера к сети интернет, у нее поменяется IP-адрес, и, соответственно, пользователи не смогут подключиться к проектам в Teamwork. Сейчас я покажу самый простой пример, как организовать небольшую локальную сеть, если вы используете машину с операционной системой Windows 10. Данный метод может, в принципе, быть рабочим даже для небольших компаний с количеством пользователей до 8-9 человек. Но я больше, наверное, рекомендую использовать этот метод, как тестирование подключения и тестирование самой технологии Teamwork между двумя компьютерами, если вы еще не знакомы с работой в режиме Teamwork. Итак, для этого вам нужно зайти в ваши сети, выбрать параметры сети интернет, далее вам нужно выбрать мобильный ход спот. После этого вы вводите имя сети, задаете сетевой пароль, и, соответственно, к этой сети могут впоследствии подключаться компьютеры другие. Чтобы посмотреть как раз IP-адрес, вам нужно зайти в параметры адаптера, выбрать созданную вам сеть и нажать на кнопку сведения. Вот этот IP-адрес, который будет указан, нам как раз и нужен. Далее мы можем на кнопку нажать «Показать текущие адреса» и выбрать как раз тот IP-адрес. Как раз вас уведомит BeamCloud Manager, что нужно выбрать статический IP-адрес. Если мы указали все верно, то данный адрес будет подсвечен таким синим значком. Это значит, что соединение с сервером обеспечено. И еще один момент. При введении адреса, если мы используем IP-адрес или имя, ну, допустим, на примере IP-адреса, мы, соответственно, прописываем IP-адрес, ставим двоеточие и указываем порт, который мы указали при конфигурировании BeamCloud Manager. Идем далее. Соответственно, после этого мы переходим к последнему шагу. Это настройка почтового сервера. Данный шаг не является обязательным, его можно пропустить. Но если вам важно, чтобы на вашу почту приходили системные уведомления о работе BeamCloud сервера, а также, если вы хотите использовать свою почту при таких ситуациях, если вы, допустим, забыли свой пароль, то в данном случае вам нужно указать данные настройки. В принципе, эти данные, такие как SMTP сервер, порт, безопасность, вы можете узнать у своего почтового поставщика. То есть, грубо говоря, неважно, используете вы в своей работе Outlook, Mail, Яндекс.Почту или другие, вы можете просто ввести в интернете SMTP сервер и название своей почты, и, соответственно, в свободном доступе вы можете найти эту информацию. Также, если ваш сервер требует подтверждения подлинности, то тогда в данном случае вы должны нажать на галочку и ввести пользователя, то есть свою почту и ввести пароль уже от непосредственно своей почты. Далее вы можете нажать на кнопку проверка. В данном случае у вас будет указано то, что будет высвечено уведомление, то, что на вашу электронную почту было выслано тестовое сообщение, и на вашу почту придет такое небольшое тестовое сообщение, и это значит, что вы правильно ввели все настройки в данном шаге. После того, как вы нажимаете «Продолжить», конфигурирование будет завершено. Далее вы можете продолжить как мастер-админ, но в целом учетную запись мастер-админ рекомендуется использовать только в аварийных случаях. Во всех остальных случаях необходимо использовать ваши учетные данные, которые вы создали. В данном случае мы нажимаем «Выйти» и заполняем данные, которые мы создали для первого пользователя. У нас сразу откроется страница BeamCloud Manager. При первом входе нам нужно будет активировать BeamCloud Basic. У вас сразу уже будет уведомление на главной странице. Вы нажимаете кнопку «Активировать», в последствии чего вас перебросит на страницу «Серверы», в раздел «BeamCloud Manager» и вкладка «Лицензии». Здесь вы также нажимаете кнопку «Активировать». После этого вас перебрасывает на страницу «Активация BeamCloud Basic», где вы должны ввести свой график «Soft ID» для активации. И далее нажимаете кнопку «Активировать». В принципе, процесс достаточно простой. Активация завершена, и вы можете запустить BeamCloud Basic. Допустим, вы уже поработали какое-то определенное количество времени с BeamCloud Basic, и вы понимаете, что функционала вам недостаточно, и вы хотите повыситься до BeamCloud. Для этого вам нужно для начала приобрести лицензии BeamCloud. Соответственно, количество лицензий вы приобретаете на тех пользователей, для которых они необходимы. В случае с программными ключами, у вас они будут появляться впоследствии в пуле лицензии вашей организации. И после этого вам нужно загрузить данные ключи с помощью менеджера лицензии Graphisoft. При загрузке у вас высадится такое сообщение, что загрузка была завершена, и, соответственно, у вас поменяется статус ключа. Также будет указано, что данный ключ сейчас загружен на компьютер, и также вы можете его выгрузить обратно в пул лицензии вашей компании. Этого делать уже не нужно. Далее мы должны зайти под учеткой «Мастер админа». Далее мы переходим в раздел «Серверы», открываем BeamCloud Manager и заходим в раздел «Лицензии». И нажимаем на запуск обновления. И нажимаем здесь «Повысить». После этого пройдет небольшое количество времени, и после этого у вас будет отображаться информация о том, сколько лицензий вам будет доступно. Соответственно, процесс обновления завершен. И здесь мы видим информацию о том, сколько лицензий доступно. В данном случае у нас две лицензии доступны. И впоследствии в данном разделе будет отображаться, какие пользователи на данный момент используют лицензию. В данном случае сейчас ни один из пользователей не зашел в BeamCloud и не подключился к проекту Teamwork, поэтому пока информации этой нет. Но в дальнейшем мы это все рассмотрим. Итак, теперь рассмотрим веб-интерфейс BeamCloud Manager. В упрощенной схеме управления существует три, так скажем, предопределенных роли. Первая – это администратор сервера. Администратор сервера имеет полный доступ к управлению различными элементами BeamCloud Manager. Соответственно, у него будут отображаться следующие вкладки. Это проекты, пользователи, роли, мои метки, серверы и центры уведомлений. И, соответственно, во всех этих вкладках, во всех этих разделах он может редактировать и добавлять различную информацию. Если у нас... Также у нас есть следующая роль – это администратор проекта. Администратору проекта доступны следующие вкладки. Это проекты, пользователи, роли и мои метки. Несмотря на то, что администратору проекта доступны вкладки пользователей и роли, он может только просматривать там информацию. По умолчанию он не сможет добавлять пользователей, добавлять роли и редактировать существующие роли. Но при этом он имеет полный доступ ко вкладке «Проекты». То есть там он может добавлять папки, создавать проекты BeamCloud, редактировать любую информацию и загружать файлы на сервер. И третья роль – это обычный пользователь. Ему доступны вкладки «Проекты», «Пользователи» и «Мои метки». Вкладка «Пользователи» ему тоже доступна только для просмотра. Он ничего не может там вносить, не может изменять никакую информацию. И во вкладке «Проекты» ему будут доступны только те папки, те файлы и те функции в зависимости от того, какие права доступа назначили данному пользователю. И, соответственно, на какие папки, на какие документы ему назначили права доступа. Теперь перейдем непосредственно... Рассмотрим непосредственно сейчас каждую из вкладок. И посмотрим, что в каждой вкладке имеется, что мы можем делать. Начнем с центра уведомлений. В центре уведомлений мы можем посмотреть все системные уведомления, которые отображаются и приходят с BeamCloud сервера. По сути, центр уведомлений хранит все системные уведомления о работе BeamCloud сервера. Также мы можем рассмотреть и уведомления, на которые мы подписаны. Допустим, если мы подписаны на изменение элементов в папке, то также мы можем это рассмотреть в случае того, если папка была изменена. И, соответственно, мы также можем сортировать наше уведомление, удалять уведомления. Далее мы рассмотрим вкладку сервера. Во вкладке сервера у нас располагается список всех серверов, которые мы установили и которые мы подключили к BeamCloud менеджеру. А если мы выберем конкретный сервер, то здесь мы в параметрах можем посмотреть информацию по данному серверу, изменить имя данного сервера, а также отредактировать параметры соединения, то есть изменить адрес подключения к данному серверу, если он поменялся. Также во вкладке проекта мы можем посмотреть проекты, которые располагаются на данном сервере, в разделе библиотеки, соответственно, библиотеки. Также мы можем настроить график резервного копирования и посмотреть активность работы данного сервера и какие манипуляции производили пользователи на данном сервере. Далее в разделе BeamCloud менеджера мы можем посмотреть информацию о нашем BeamCloud менеджере, и здесь мы также можем отредактировать его имя. Также мы можем загрузить логотип организации, которая будет отображаться на странице входа. И здесь мы можем изменить варианты управления доступом. Существует два варианта управления доступом, это упрощенное и детальное. Эти управления доступом доступны только в конфигурации BeamCloud, то есть полноценный BeamCloud. Про упрощенное управление я, в принципе, рассказал. То есть будет существовать три роли. Это администратор сервера, администратор проекта и пользователи. При детальном управлении доступом мы можем назначать пользователем, независимо от его роли, более детальные права для управлениями, как управлениями элементами в режиме работы Teamwork, так и при доступе в сам BeamCloud. Также мы здесь можем отредактировать параметры электронной почты, если мы пропустили данный шаг при конфигурировании BeamCloud. Мы можем здесь подключить службы каталогов LDAP, если мы используем в компании данные каталоги. Также мы здесь можем настроить график резервного компирования BeamCloud менеджера при необходимости, посмотреть активность сервера. И во вкладке лицензии будет отображаться информация о том, какие пользователи подключены, сколько лицензий используется и из какого, так скажем, программного продукта был выполнен вход. На данном примере мы можем обратить внимание, что, допустим, пользователь Олег Кирьянов зашел из непосредственно BeamCloud браузера, а Татьяна Литвинова подключилась непосредственно через Архикад. При этом лицензии резервируются автоматически, если у вас есть достаточные права доступа для подключения к проекту или подключения к BeamCloud менеджеру. Соответственно, при выходе пользователя эти лицензии освободятся, но мы также можем назначать эти лицензии вручную. Соответственно, при назначении лицензии вручную лицензия будет всегда прикреплена за данным пользователем. Впоследствии мы можем также отозвать лицензии от пользователя и назначить эти лицензии на других пользователей при необходимости. Перейдем в следующий раздел, это раздел «Мои метки». Соответственно, метки используются для фильтрации каких-то определенных папок или документов в разделе «Мои проекты». Метки вы используете только для себя, то есть метки создаются для личного использования. Никто другой не сможет увидеть ваши метки. Здесь достаточно все просто. Вы вводите имя метки при создании и выбираете цвет. Впоследствии данные метки можно отредактировать, изменить или удалить. Следующая вкладка – это роли. Роли предполагает собой предустановленный набор прав доступа. На данной странице вы можете создать роли, а также импортировать или экспортировать существующие роли. Давайте рассмотрим на примере уже существующих ролей. Мы видим кнопку «Редактировать», то есть мы можем отредактировать данную роль. И мы видим, что для архитектора назначено достаточное количество прав для изменения и редактирования проекта Teamwork. В случае с чертежником мы видим, что здесь он может только пользоваться инструментами конструирования, документирования, а также сохранять файлы в формате PLN, экспортировать IFC и тому подобное. При этом редактировать реквизиты чертежник не может по умолчанию. Но вы это также можете изменить. Также вы можете создать собственную роль и назначить права. В случае, допустим, если вам нужен человек, который будет редактировать только реквизиты в проекте, вы, соответственно, выбираете необходимые галочки и нажимаете «Сохранить». Впоследствии эти роли должны быть назначены на пользователей. И как раз мы теперь перейдем во вкладку «Пользователи». Здесь отображаются все пользователи, которые были добавлены к вашему BeamCloud. Здесь, на этой странице, вы можете создавать пользователей, создавать группу пользователей или импортировать или экспортировать пользователей. Если мы выберем конкретного пользователя, то мы здесь увидим, каким образом назначена лицензия на пользователе BeamCloud, если мы можем отозвать эту лицензию или, наоборот, назначить вручную. Также мы можем здесь отредактировать персональные настройки пользователей, пользователи такие, как цвет, которым будут отображаться элементы в проекте Teamwork, указать электронную почту. И здесь мы можем выбрать права доступа, изменить права доступа на администратора сервера или на администратора проекта, или можем вообще не назначать никакие права доступа, то есть данный пользователь не будет иметь никаких прав по управлению BeamCloud. И также мы назначаем роль по умолчанию. В данном случае мы видим, что у меня была назначена роль ведущий архитектор и были права по управлению доступом администратором сервера. В случае с Татьяной Литвиновой мы видим, что у нее стоит роль по умолчанию архитектор, а управление доступом не назначено. То есть она является обычным пользователем, который может подключаться в проект Teamwork, но при этом она не может управлять элементами BeamCloud, не может редактировать данные. Далее мы перейдем во вкладку проекты. Здесь мы можем создавать различную древовидную структуру файлов, папок и проектов. Эта функция доступна по созданию именно иерархической структуры в полноценной версии BeamCloud. В BeamCloud Basic можно создавать только папки. Групповые проекты Teamwork означаются таким вот знаком. И при этом в полноценной версии BeamCloud существует два типа папок. Это обычная папка, которая обозначается вот таким значком, и проект BeamCloud, который обозначается данным значком. Соответственно, проект BeamCloud это некий уникальный, это на самом деле в принципе тоже папка, но с более усовершенствованными правами доступа. Отличие проекта BeamCloud от обычной папки заключается в том, что мы можем для конкретного проекта BeamCloud создавать команды. Чем команды отличаются от группы пользователей? Тем, что как раз вот команда создается под определенный проект, и она никаким образом не может быть дублирована на другой проект. То есть это такая уникальная группа пользователей. Соответственно, здесь мы можем также назначать доступы на различные проекты. Мы можем назначать как и по группам пользователей, как по командам, так и по отдельным пользователям. Для этого нам нужно выбрать вкладку «Доступ», выбрать проект и нажать на «Доступ» и, соответственно, выбрать нашего пользователя. При этом мы видим, что ему назначена роль по умолчанию, но мы также для конкретного проекта можем выбрать и другую роль. Из нашего списка, а также отметить и выбрать специальную роль. Соответственно, таким образом мы можем вручную настроить те права доступа, которые получит данный пользователь при работе над групповым проектом в режиме Teamwork. Соответственно, мы нажимаем «Сохранить», и данный пользователь получит на данном проекте именно эти права. Также мы можем развернуть информацию по папкам и документам и посмотреть ее более детально. И вот как раз таким цветовым отображением мы можем идентифицировать наши файлы или проекты по меткам. Также мы можем фильтровать по нашим меткам, и в таком случае в нашем списке будет отображаться проекты или файлы, документы только с определенной меткой, которую вы поставили. Также мы можем ставить уведомления на изменение документов или файлов. Вот в данном случае стоит такой колокольчик. Соответственно, это значит, что мы подписались на папку документы, и после этого, если вдруг какой-то пользователь добавил папку в эту папку, или, допустим, добавил файл, или, наоборот, изменил файл, то нам в центр уведомлений придет, соответственно, уведомление о том, что содержимое папки было изменено. Также в проектах доступны при загрузке файлов доступны версии. Что это значит? Когда мы загружаем повторно файл в ту же папку с тем же разрешением и тем же наименованием, у нас на самом деле не удавляется старая версия нашего файла, а у нас она остается, и при этом добавляется новая версия, которую мы загрузили. При этом мы можем выполнить откат до старой версии. В данном случае будет создана еще третья версия с типом откат. И также мы можем при необходимости выбирать определенную версию и загружать ее на наш локальный компьютер, или же переместить в какую-то другую папку в разделе BeamCloud. Теперь мы перейдем непосредственно к созданию проектов Teamwork и рассмотрим, каким образом это делается. Для этого нам нужно открыть локальный проект или создать новый, далее выбрать вкладку Teamwork, выбрать проект и нажать на общий доступ. Далее мы указываем адрес, к которому мы должны подключиться. В данном случае мы можем его посмотреть в разделе BeamCloud внизу на стартовой странице. То есть этот адрес, который мы указывали при конфигурировании BeamCloud. Далее мы здесь вводим имя пользователя, вводим пароль и нажимаем вход. После этого у нас будут видны те проекты, к которым мы имеем доступ. Также мы можем здесь прямо через архикад создать новую папку для нашего проекта, которую мы будем развещать на BeamCloud. И при этом мы можем также выбрать сервер, на котором будет размещаться данный проект. И нажимаем кнопку «Разместить». Соответственно, будет произведена выгрузка данных, будет также произведено создание группового проекта, впоследствии которого мы можем перейти в BeamCloud Manager, зайти в раздел «Проекты». И мы увидим, что у нас была создана папка и загружен наш групповой проект в эту папку. После этого к данному проекту нам нужно настроить права доступа для пользователей, которые будут работать над данным проектом. И назначить на пользователей необходимые роли. В данном случае я добавил двух пользователей, соответственно, себя и Татьяну Литминову. И назначил роли по умолчанию. Теперь рассмотрим, как подключиться к проекту Teamwork другим пользователям. Другой пользователь должен перейти во вкладку Teamwork и нажать «Открыть, подключиться к проекту Teamwork». Если он уже был ранее подключен к BeamCloud, то ему не нужно вводить свои данные. Повторно. Он выбирает необходимую папку и выбирает проект, с которым он может работать. Соответственно, при первой загрузке проекта, для первой загрузки проекта может потребоваться чуть больше времени, так как происходит загрузка данных и создание локальной копии проекта. При последующем подключении вы будете намного быстрее открывать проект. Теперь рассмотрим резервирование элементов. Резервирование необходимо для изменения элементов, с которыми вы хотите работать. Вообще, весь функционал, в принципе, доступен во вкладке Teamwork, но вы также можете включить панель Teamwork для более удобной работы над проектом. И теперь рассмотрим, каким образом резервировать элементы. При наведении на элемент мы видим, что у него статус свободен для резервирования. В случае с BeamCloud Basic нам необходимо нажать на кнопку «Зарезервировать», чтобы изменять элемент. В случае с BeamCloud полноценным, если мы начинаем редактировать свободный для резервирования элемент, то он автоматически будет зарезервирован за данным пользователем. Это же касается и изменения каких-то свойств, параметров, реквизитов элемента. Если мы начнем редактировать какой-то элемент, то нам сразу будет доступно изменение. И при этом после изменения у нас будет автоматически зарезервирован данный элемент. Как еще можно резервировать элементы? А, да, сначала поговорим о том, что на самом деле мы можем и резервировать не только элементы, но и реквизиты, например. Мы увидели, что у наших многослойных конструкций был статус Teamwork свободен для резервирования. Сейчас я немного здесь нажму на паузу. Мы видим, что при выборе многослойных конструкций у нас статус свободен для резервирования. Соответственно, мы видим здесь, что у нас на самом деле все подсвечено серым цветом, и мы не можем внести какие-то изменения. Вот в данном случае нам нужно нажать на кнопку «Зарезервировать», впоследствии чего у нас поменяется статус на «Редактированный», и мы сможем вносить какие-то изменения в многослойные конструкции. Опять же, это при наличии определенного доступа. В данном случае для данного пользователя не назначены права доступа на изменения и редактирование, а также удаление макетов. Поэтому при выборе определенного макета наш пользователь видит статус Teamwork, нет прав доступа. И, соответственно, он ничего с этим макетом не сможет сделать. Как мы можем резервировать еще элементы? Резервировать элементы мы можем с помощью выборки. Для этого нам нужно нажать на «Зарезервировать» выбранные элементы. В данном случае они будут зарезервированы за нами. Например, если мы хотим выбрать сразу все перегородки первого этажа, не очень удобно щелкать каждую стену. Мы можем использовать критерии и фильтрацию по критериям, чтобы сразу выбрать необходимые нам элементы. Для этого нам нужно нажать «Зарезервировать элементы». После этого мы добавляем набор критериев, которые нам необходимы. В данном случае мы добавляем тип элемента «Совпадает со стена», слой совпадает с конструктив перегородки. И нам нужно отредактировать, например, перегородки на первом этаже. И мы нажимаем «Зарезервировать элементы». В данном случае все перегородки на первом этаже будут зарезервированы за нами. Также мы можем использовать в работе цветовые рабочие пространства. Например, мы можем выбрать серым цветом «Не мое рабочее пространство» и как раз мы увидим, какие элементы за нами зарезервированы. Также мы можем выделить «Мое резервирование». Оно подсветится другим цветом. И также мы можем показать резервирование по пользователям. В данном случае зеленым цветом отображаются «Мои элементы», а желтым цветом отображаются элементы, которые зарезервированы за Татьяной. Соответственно, мы также можем изменить цвета данных пользователей. Если нам не нравится какой-то цвет или он совпадает с каким-то другим цветом, то мы также можем это гибко настраивать. При этом мы можем цветовые рабочие пространства, то есть цвета данных рабочих пространств настроить самостоятельно. Для этого нам нужно выбрать параметры, перейти в окружающую среду и выбрать представление на экране. И во вкладке «Цвета рабочего пространства» мы можем настроить цвета. Например, можем изменить, если мы выбираем выделенные цвета, изменить цвет с красного, например, на зеленый. Неважно. Соответственно, идем далее. Как мы работаем с элементами, которые зарезервированы за другими пользователями. Допустим, мы видим, что данные колонны зарезервированы за Татьяной Литвиновой, то есть за другим пользователем. При попытке изменить этот элемент мы получим уведомление, что нам недоступен этот элемент. И для того, чтобы запросить права на редактирование этого элемента, нам необходимо выполнить запрос. Соответственно, откроется новое окно, в котором вы можете написать самостоятельно, почему вам необходимо отредактировать данные элементы. То есть данное сообщение придет второму пользователю. И также вы можете настроить вид, по которому удобно будет перейти второму пользователю, для того, чтобы он понимал, какие он элементы будет передавать вам. Соответственно, после этого вы нажимаете кнопку «Запросить», и второму пользователю будет отправлено сообщение с вашим запросом. Соответственно, второй пользователь открывает данное сообщение. Он может перейти на вид, чтобы понимать, какие элементы нужно предоставить. И, соответственно, может нажать на «Показать элементы», чтобы выделить элементы, запрашиваемые первым пользователем. Далее он может отказать в предоставлении доступа или написать сообщение и нажать кнопку «Предоставить». После этого первому пользователю придет сообщение уже от второго пользователя. То есть в данном случае от Татьяны придет сообщение мне, в котором будет описано, будет дан ответ. И после того, как она предоставила доступ, у нас сразу поменялся статус наших элементов на «Редактируемые». Также мы видим, что сообщения, в зависимости от того, какой статус мы им присвоили, они перемещаются в такие некие папки. То есть, допустим, выполненные сообщения перемещаются в раздел «Выполненные». После этого у нас поменяется статус элемента на «Редактируемые». Соответственно, мы можем изменить данные элементы. Например, нам нужно поменять ширину данных колонн. И еще скажу, что то же самое касается запросов элементов, которые зарезервированы за другими пользователями. Это касается… Подобное действие нужно выполнять также и для реквизитов элементов, макетов, видов и тому подобное. То есть, также мы нажимаем кнопку «Запросить» и отправляем запрос на владение другому пользователю, за которым эти элементы были закреплены. Теперь рассмотрим отправку и получение изменений. На самом деле, когда вы работаете с моделью, то вы работаете не с моделью сразу, которая находится на сервере, на BeamCloud сервере, а вы работаете с локальной копией проекта. И чтобы получать изменения или отправлять изменения, которые вы вносили, вам нужно воспользоваться соответствующими командами. Команда «Отправить» и «Получить» одновременно отправляет те изменения, которые вы внесли в проект, в вашей локальной копии проекта. Она отправляет их на сервер и, соответственно, с BeamCloud сервера вы одновременно получаете те изменения, которые были загружены другими пользователями на данный сервер и в данный проект. Функция «Отправить изменения» только отправляет ваши изменения на сервер. При этом вы не получаете изменения, допустим, если вам не требуется этого делать. В случае с нажатием команды «Получить изменения» вы получаете изменения, которые были внесены и отправлены на сервер другими участниками проекта, но при этом вы не отправляете свои изменения на сервер. «Отправить изменения» и «Прокомментировать» вы можете использовать для того, чтобы, если, допустим, вы внесли какие-то важные изменения в проект и хотите уведомить об этих изменениях участников проекта, то вы выбираете данную команду, впоследствии чего всем участникам проекта или только выбранным из списка придет уведомление о ваших изменениях с вашим сообщением. И также есть функции «Отправить и получить» и «Затем сопоставить» и «Получить», «Затем сопоставить», которые доступны только для архикад 24-й версии. Так как именно в архикаде 24 появилась функция сопоставления модели. Что она делает? В случае «Отправить и получить» и «Затем сопоставить» вы отправляете изменения и получаете изменения. И можете визуально посмотреть, каким образом старая модель, то есть ваша локальная модель, отличается от модели, которая была расположена на BIM Cloud сервере. В случае «Получить», а «Затем сопоставить», вы также только отправляете свои изменения и можете сопоставить две модели. То есть вашу локальную копию проекта и проект, который был расположен на BIM Cloud сервере. Теперь рассмотрим про освобождение элементов. Теперь рассмотрим освобождение элементов. Для чего оно нужно? На самом деле, если вы четко разделили обязанности внутри вашего проекта, то данной командой можно не пользоваться. Допустим, если вы редактируете только перегородки, а другой пользователь редактирует несущие стены или внешние стены, неважно. Соответственно, в данном случае необязательно освобождать элементы, так как другому пользователю не потребуется изменение перегородок, так как он работает только над внешними стенами. Но бывают такие ситуации, когда пользователям все-таки нужно получать доступ к другим элементам проекта, и для этого нужно пользоваться командой «Свободить все», если вы хотите, чтобы по окончанию вашего редактирования или же по завершению работы в проекте, допустим, вы просто отключаетесь от проекта, вам желательно нажимать на кнопку «Освободить все», чтобы другие пользователи могли вносить изменения. В данном случае перейдем опять к нашим колоннам. Допустим, мы отправили изменения на сервер, и после этого мы можем нажать на кнопку «Освободить выбранные элементы». И также мы можем выбрать «Освободить выбранные элементы» и «Прокомментировать». Соответственно, здесь мы можем добавить сообщения. В данном случае я не буду менять, получить изменения. И также мы можем выбрать конкретных пользователей, которым придет данное уведомление. После этого второму пользователю придет уведомление о том, что ему необходимо получить изменения. Он также может получить изменения сразу же в этом диалоговом окне или ответить на данное сообщение. Он может, в принципе, этого не делать, потом продолжить работу над проектом и впоследствии отправить и получить изменения в конце. В данном случае при получении изменений мы будем видеть, что у него изменились колонны. То есть они уменьшились в толщине, каким образом мы изменяли их. Также в Teamwork есть функция принудительного отключения пользователя. Она предназначена для того, чтобы отключать пользователей от проекта. Если пользователь зарезервировал какие-то определенные элементы, а другому пользователю нужно отредактировать данные элементы, но при этом он не может связаться с пользователем, а изменения нужно внести срочно, то пользователь при наличии определенных прав доступа или также он может обратиться к администратору сервера для принудительного отключения пользователя. Соответственно, можно отключить пользователя от проекта, чтобы все те элементы, которые были зарезервированы, стали свободными. На самом деле, когда мы работаем в режиме Teamwork, мы работаем в оперативной работе. Соответственно, этот режим мы можем изменить. Соответственно, поменять на автономную работу. В данном случае мы будем продолжать над локальной копией проекта, но при этом мы не сможем получать изменения сервера, отправлять изменения на сервер и, соответственно, коммуницировать с пользователями. Впоследствии мы можем изменить опять этот режим на оперативную работу, чтобы иметь доступ к подключению к серверу. И, например, в данном случае мы запросили у пользователя Татьяны стены, которые окрашены сейчас фиолетовым цветом. И мы видим, что статус у Татьяны автономный. Это значит, что она либо работает в автономном режиме, либо вообще не подключена в данный момент к проекту. Например, нам нужно очень срочно поменять эти элементы. И мы узнали, что, оказывается, этот пользователь ушел в отпуск или заболел, ушел на больничный, и у него нет доступа к архикад, к освобождению элементов. Соответственно, мы можем нажать принудительно отключить, если у нас есть права доступа, и заставить покинуть проект данного пользователя. При нажатии у нас все элементы, которые будут зарезервированы за данным пользователем, будут освобождены. Также мы можем сделать это через вкладку BeamCloud. Мы можем выбрать либо во вкладке проекты данного пользователя отключить, либо перейти на данного пользователя и выбрать проект, в котором нужно выполнить принудительный выход данного пользователя. Также вы уже, скорее всего, заметили, что коммуникация пользователей между друг с другом происходит с помощью мгновенных сообщений, которые отправляются и получаются прямо в среде архикад. Но также мы можем в BeamCloud Manager добавить любую дополнительную информацию пользователя. Например, если нам нужно указать номер телефона пользователя для более... Ну, например, если пользователю нужно более детально обсудить какую-то задачу, но он не знает контактные данные, то он может это посмотреть в BeamCloud Manager. Соответственно, как создавать дополнительные поля? Вам нужно перейти во вкладку сервера, зайти в BeamCloud Manager и внизу нажать на «Редактировать специальные поля пользователя». Далее вы здесь заполняете и добавляете необходимые поля, которые будут доступны в персональных настройках пользователя. Например, должность, номер кабинета, внутренний или мобильный телефон данного пользователя. После этого вы можете перейти во вкладку «Пользователи», выбрать пользователя и, соответственно, отредактировать персональные настройки. То есть заполнить всю необходимую информацию дополнительную, которыми могут пользоваться другие пользователи. Далее, чтобы зайти, чтобы сейчас нажму на паузу, далее второй пользователь, если ему необходима какая-то другая связь с первым пользователем, он должен нажать на параметры, выбрать данного пользователя, нажать на параметры пользователя, после чего его перебросит сразу на страницу BeamCloud Manager и сразу на страницу конкретного пользователя, где он может найти информацию, например, узнать его мобильный телефон, если, например, у него не записано. Также еще есть функция сопоставления моделей, которая может быть использована при работе в режиме Teamwork. В данном случае мы должны воспользоваться кнопкой «Отправить», «Получить» и «Сопоставить» или «Получить» и «Сопоставить». После нажатия у нас будет произведено сопоставление моделей. И сопоставление моделей позволяет визуально посмотреть, какие изменения были произведены. В данном случае красным отображаются изменения, которые были произведены в старой модели, а синее – изменения, которые произведены в полученной модели. Также мы можем отображать видимость неизмененных элементов. И также мы можем отображать поочередно только элементы старой модели или только элементы синей модели. И мы можем визуально определять, что было внесено в проект, какие изменения были выполнены. Также мы можем посмотреть всю древовидную структуру наших изменений. То есть мы можем посмотреть всю информацию по нашим элементам, которые были изменены, с указанием ID элемента. При этом мы можем выбирать прямо из списка элементы по отдельности или по группам. И у нас сразу будут открываться наши элементы удобным способом в режиме сопоставления модели. Также мы можем фильтровать изменения по моим подпискам. Их рассмотрим чуть позже. И также можем фильтровать изменения в модели по различным критериям. Для этого вам нужно выбрать специальный режим. И, например, тип элемента совпадает с каким-то определенным. То есть вы добавляете набор критериев. В данном случае мы выбрали только стены. Соответственно, у нас отображены в модели только одна стена, так как только одна стена была изменена в проекте. И также мы можем настраивать отображение модели. Например, убирать источники данных. То есть фильтровать информацию в древовидной структуре. Теперь поговорим об отслеживании изменений. Данный функционал доступен только в версии BeamCloud. В BeamCloud Basic данный функционал не доступен. Что это такое? Соответственно, мы выбираем в панели во вкладке Teamwork отслеживание изменений. И далее мы можем создавать подписку на изменения. Сейчас я остановлю, скажу пару слов. То есть суть данного функционала заключается в том, что, например, если вы хотите мгновенно получать уведомления о том, что были произведены какие-то изменения, то есть были отправлены изменения на сервер, и были произведены изменения именно тех интересующих элементов, на которые вы подписаны. При этом вы можете даже не получать изменения сервера. Вот в данном случае используется отслеживание изменений. То есть вы создаете новую подписку, можете выбрать тип подписки, либо по критериям фильтровать, либо, например, по выбранным элементам. В данном случае нас интересуют световые люки. Мы можем добавить их в выборку. Они, соответственно, будут добавлены в подписку. Также мы можем редактировать наборы параметров элементов и также редактировать команды и пользователи, то есть те, кто вносит изменения в данный элемент. В данном случае мы выберем Татьяну. Мы нажимаем «Применить» и, соответственно, допустим, мы можем поставить задачу с помощью сообщения Татьяне, что необходимо поменять наши световые люки. Например, необходимо поменять форму световых люков. Здесь мы пишем сообщение. Далее мы можем захватить вид, чтобы другой пользователь, которым мы высылаем данное сообщение, быстро перешел к виду. Также мы можем настроить приоритет данного действия и нажимаем «Отправить». После этого второму пользователю придет, соответственно, сообщение, как мы видим, с высоким приоритетом. Данный пользователь может открыть данное сообщение, прочитать информацию, что ему нужно сделать и, соответственно, применить вид. И также может ответить на данное сообщение или ответить потом, впоследствии. Соответственно, в данном случае мы выбираем наши световые люки и просто меняем форму с указанием ширины и высоты данных люков. После этого второй пользователь должен отправить изменения на сервер. И как только второй пользователь отправляет изменения на сервер, первый пользователь, даже не получая изменения на сервер, получает уведомление о том, что были изменены световые люки. Он также может нажать на отсрочку и, соответственно, это изменение будет доступно во вкладке «Отслеживание изменений». Он также может его выбрать, посмотреть информацию о том, какие элементы были изменены, соответственно, кем были изменены. И далее он может получить изменения и сопоставить, отправить и получить изменения, или просто получить изменения без сопоставления моделей. В данном случае сопоставление моделей мы уже рассматривали. Перейдем к следующему шагу. Также на BeamCloud мы можем хранить не только проекты Teamwork и библиотеки, как я говорил ранее, а в том числе и другие типы файлов. И в том числе мы можем хранить модули или хранить чертежи формата .dvg, .pdf и использовать данные файлы для размещения связи. В групповом проекте ArchiCAD. На данном примере мы хотим разместить модуль, который расположен в BeamCloud. Мы нажимаем «Разместить связь», нажимаем «Выбрать модуль» и, соответственно, нажимаем на новый модуль и выбираем «Из BeamCloud». Далее мы выбираем папку, в которой располагается необходимый и нужный нам модуль. Нажимаем «Выбрать». Далее мы, соответственно, выполняем все необходимые настройки по размещению связи. И после размещения связи, сейчас мы сопоставляем этажи. И после размещения связи у нас данный модуль загрузится в групповой проект. То же самое касается и, например, внешних чертежей или ссылок XREF. Работает все идентично. Как я говорил ранее, мы при работе используем в первую очередь локальную копию проекта, которая хранится на нашем компьютере. И при необходимости отправляем изменения или получаем изменения с сервера. Чтобы посмотреть информацию о наших локальных данных, мы должны перейти во вкладку «Teamwork», выбрать раздел «Проект» и перейти в «Менеджер локальных данных». В менеджере локальных данных мы можем посмотреть информацию о том, какие проекты у нас хранятся в локальной папке данных. Также мы можем посмотреть статус. Например, мы видим, что в первой списке проект содержит статус «Не отправлены изменения». Также мы можем удалять выбранные проекты из локальных данных, если, например, нам нужно почистить память компьютера. И также при нажатии на кнопку «Параметры» откроется диалог параметров локальных данных, в которых мы можем изменить папку локальных данных или настроить автоматическую очистку локальных данных. То есть мы можем выбрать, через какое количество дней будет использоваться очистка данных проектов, которые не используются в вашей работе. Итак, на этом у меня, в принципе, все. Подведем краткие итоги. Первая технология Teamwork предназначена для организации коллективной работы над проектами ArchiCAD. То есть над одним проектом могут работать несколько специалистов, вне зависимости от их расположения относительно друг друга. Второе, BeamCloud – это обязательный компонент технологии Teamwork. Без данного компонента ничего работать не будет. Третье, ничего работать не будет, поэтому данный компонент необходимо устанавливать и правильно конфигурировать. В таком случае при правильной конфигурации вы сможете подключаться к BeamCloud серверу и, соответственно, работать над проектами Teamwork. Третье, это то, что есть несколько версий BeamCloud. Соответственно, BeamCloud Basic – это бесплатная версия с ограниченным функционалом. И, по большей части, она, скорее всего, подойдет небольшим компаниям с ограниченной IT-инфраструктурой. Но нужно понимать, что BeamCloud Basic – это версия с ограниченным функционалом. И в какой-то момент вы просто можете упереться в потолок. BeamCloud – это же версия с полным функционалом, но она требует наличия коммерческих лицензий. И как раз эта версия отлично подойдет для средних и больших компаний с сложной и многоуровневой IT-инфраструктурой. И, соответственно, BeamCloud можно использовать для централизованного управления вашими данными. Далее, при работе над групповым проектом пользователи работают в локальной копии проекта. И, соответственно, чтобы отправлять изменения на сервер или получить изменения с сервера, пользователю необходимо воспользоваться соответствующими командами. И последний вывод – это то, что для получения возможности изменять элементы группового проекта, их необходимо зарезервировать. Если элементы зарезервированы за другим пользователем, то необходимо выполнять запрос другому пользователю, чтобы второй пользователь предоставил вам доступ и освободил эти элементы. Коллеги, на этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы по лицензированию Архикад или BeamCloud, если вы хотите уточнить ценообразование, то вы можете связаться с Татьяной Литвиновой для обсуждения данных вопросов. Если у вас остались какие-то технические вопросы, то вы можете связаться со мной. Соответственно, все контакты указаны на данном экране. Коллеги, сейчас я, соответственно, постараюсь ответить на все ваши вопросы. Я сейчас отключу демонстрацию экрана. Так, я смотрю, вопросы пока отсутствуют. Друзья, подскажите, есть какие-то вопросы у вас? Олег, я так понимаю, было так подробно и рассказано. Интересно, что вопросов не осталось у коллег. Ну или, может быть, нужно время, чтобы информацию усвоить. Друзья, тогда я отключаюсь от вебинара. Спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, информация была для вас полезна и интересна. Опять же, если у вас возникнут какие-то вопросы впоследствии, вы можете связаться либо с Татьяной Литвиновой, либо со мной. Соответственно, контакты наши указаны на данном слайде. Да, Олег, спасибо тебе. Очень интересная презентация. Коллеги, всем спасибо за уделенное время. Обращайтесь, пожалуйста, по любым вопросам. Спасибо. Удачного дня. Да, всем хорошего дня. До свидания. До свидания.